This conference will now be recorded. 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 Я хочу организациям проходить проверки ГИД Государственной инспекции труда. Провожу кадровый аудит в организациях. И у нас достаточно динамичное трудовое законодательство. Был очень урожайный 2020 год, когда у нас было очень много изменений в трудовой кодексе. И я предлагаю сегодня на нашем мероприятии как раз рассмотреть специфику профессии специалиста по кадровому делу производства. Расскажу как повысить квалификацию. Какие возможности сменить профессию. Путь от специалиста по кадрам до руководителя кадровой службы. Какие компетенции больше всего ценятся в современных специалистах кадровой службы. Какие зарплаты предлагают в России. Как учитывать изменения в требованиях квалификации специалиста по кадрам. Ну и вообще какие прогнозы есть. Дело в том, что у нас организации это прежде всего люди. Ну сложно себе представить организацию, которую покинули бы все сотрудники. То есть любая организация это прежде всего люди. Поэтому специалисты, которые работают с кадрами, они есть во всех организациях. И ни для кого не секрет, что высоко квалифицированный специалист кадровой службы, он позволяет снизить, минимизировать риски для работодателя. Потому что у нас достаточно большие штрафы за нарушения требований трудового законодательства, которым еще относят и охрану труда. Поэтому, конечно же, работодатели ждут от такого специалиста всесторонних знаний трудового законодательства, способность понимать эти изменения, потому что не все они однозначны. Способность правильно эти знания применять на практике. Ну, собственно, этим я и делюсь на занятиях с нашими слушателями. Что хотелось бы отметить, обсуждая профессию специалиста по кадрам. Прежде всего, это изменение, ну вот за последние 20 лет. Статус самой профессии, он повысился. Изменился взгляд на сотрудников кадровой службы. Потому что, конечно же, все собственники организации, все собственники бизнеса, руководителя, они понимают, что от опытных квалифицированных сотрудников кадровой службы зависит в конечном счете результат работы этих сотрудников. С одной стороны, и с другой стороны, это, так скажем, отсутствие претензий со стороны проверяющих органов. Так вот, за последние 20 лет статус изменился. Если мы с вами еще возьмем такой период, как советский период. В Советском Союзе у нас не было специальной подготовки для сотрудников кадровой службы. Как правило, это считалось низкой квалифицированной работой. По сути дела, производство, с которым мог справиться любой специалист со средним специальным образованием без какой-либо предварительной подготовки. Сейчас у нас широкий спектр программы, у нас очень много новых направлений. И внедрение электронного документа оборота в работу кадровой службы, цифровизация, автоматизация. Сейчас практически все процессы у нас автоматизированы. И поэтому, если строить карьеру в кадрах, то перспективы достаточно велики. Потому что нередко у нас руководители кадровых служб входят даже в состав совета директоров. Участвуют в разработке стратегии. Потому что сложно, например, планировать стратегию роста и развития для компании, игнорируя сотрудников. Поэтому, конечно же, директор по персоналу это, так скажем, ключевое звено в организации. И от эффективности его работы зависит, собственно, эффективность работы сотрудников. Кроме того, в последнее время у нас возросло внимание к уровню профессиональной подготовки специалистов по кадрам. В связи с тем, что у нас достаточно сложное трудовое законодательство. У нас внедряют активно профессиональные стандарты. И, конечно же, сотрудники кадровой службы должны обладать соответствующими знаниями и определенным уровнем подготовки. Что хотелось бы отметить по поводу специфики кадровой службы в организации. По сути, это связующее звено между интересами работодателя и интересами работников. Для работодателя, для собственников бизнеса это, прежде всего, оптимизация процессов, повышение эффективности работы, увеличение прибыли. Для сотрудников очень важно соблюдение их прав, соблюдение требований трудового законодательства. И, конечно же, кадровая служба, она, так скажем, обеспечивает баланс этих интересов. То есть, с одной стороны, это и повышение эффективности работы и увеличение прибыли. И, с другой стороны, это соблюдение требований трудового законодательства. Если мы с вами возьмем функции кадровой службы, то мы их можем разделить на две группы, две большие группы. Это либо управление трудовыми отношениями. То есть, это такой менеджерский и чаровский функционал, который связан с подбором, с адаптацией, с оценкой, с развитием сотрудников. И второе направление, это оформление трудовых отношений. Вот обычно такой вопрос иногда возникает, чем там менеджер по персоналу отличается от кадрового работника. Ну, вот есть, так скажем, HR и есть кадровик. Вот есть какая-то разница. А кадровик, то есть специалист по кадровому отделу производства, как раз обеспечивает минимизацию рисков, обеспечивает соблюдение требований трудового законодательства. Потому что штрафы компании выписывают, конечно же, не за ошибки в плане адаптации. Это, скажем так, ошибки в адаптации напрямую влияют на прибыль компании, на эффективность организации в целом. А специалист по кадрам, он, конечно же, его ключевая задача – это правильное оформление документов. И связанных с приемом, переводом, увольнением, отпуском. Поэтому, по сути, специалист по кадровому делу производства, грамотный специалист, позволяет, так скажем, минимизировать риски для компании. И у нас есть оформление трудовых отношений, это приказы и по личному составу, и по основной деятельности. Коллеги, выключайте микрофончик, огромное просьба, спасибо. Так вот, кто же такой специалист по кадровому делу производства, что входит в функции специалиста по кадровому делу производства? Достаточно широкий спектр работы. Ну, если мы даже уберем все HR-овские функции, функция по оформлению трудовых отношений, она останется в любом случае. И кто-то в организации этим занимается. Как правило, если компания небольшая, эту функцию могут выполнять офис-менеджеры или бухгалтер. Ну, иными словами, кто не успел спрятаться, на того этот функционал могут случайным образом возложить. А вот по мере роста и развития возникает необходимость специалиста, который бы оформлял трудовые отношения. Таким образом, и вот мой профессиональный опыт мне говорит, что я вот очень часто провожу кадровый аудит для того, чтобы передать дела в организации новому сотруднику. Это может быть либо бухгалтер, который впоследствии становится кадровиком, либо это, например, тот же офис-менеджер, который повышает квалификацию, изучает кадровое дело производства и начинает вести кадровое дело производства в организации. Так вот, что касается функционала данных сотрудников, это прежде всего правильное оформление на работу, включая оформление трудового договора, приказа, личной карточки, которую наши законодатели пока еще не отменили, трудовые книжки. Сейчас у нас есть сотрудники с электронными трудовыми книжками, бумажными, у нас есть новая форма отчетности. Таким образом, специалисты по кадрам принимают, переводят, оформляют отпуск, участвуют в разработке локальных нормативных актов, ведут архив. У нас сейчас штрафы за ненадлежащее архивное хранение документов увеличили в 10 раз, а воинский учет иногда на специалистов по кадровому делу производства также возлагают функцию по ведению воинского учета. Штрафы за воинский учет у нас тоже увеличены и тоже в 10 раз. Наши законодатели очень любят увеличивать штрафы и для того, чтобы правильно вести эти участки работы, требуется, конечно же, дополнительная подготовка. Также хотелось бы отметить, что специалисты по кадровому делу производства остаются достаточно востребованными сотрудниками, если мы возьмем с вами Суперджоп, Хэдхантер. Там достаточно много вакансий в этой сфере. Ну вот я проанализировала, порядка 26% этого сферы HR, подчеркну, да, потому что это все-таки у нас кадры, люди. Ну, в любом случае с персоналом кто-то должен работать. Также следует отметить, что число таких вакансий у нас увеличивается. По поводу среднего диапазона, мне не очень нравится формулировка средняя зарплата, потому что это, знаете, как средняя температура по больнице. Есть, ну, достаточно низкие, скажем так, зарплаты, потому что в основном информация есть о фиксированном базовом окладе, по факту это выше гораздо. И что касается, также есть очень высокие зарплаты. Вот, Ольга, да, давайте. Вы хотели подключиться к диалогу о востребованности. Все верно? Да, давайте. У меня тут есть пару слайдиков, я хотела бы показать. Давайте. Коллеги, я пока переключаюсь, напишите, пожалуйста, в чат, кто является вот из наших слушателей сегодня, кто собрался начинающим, совсем вот, давайте так, нолик, совсем ничего не знаю, только рассматривают для себя профессию. Единичка уже что-то начала изучать, какие-то, какое-то вот направление в кадровом, кадровое. И двоечка такой продолжающий, может быть, в каких-то моментах уверенный. Нолик, единичка и двоечка. Вот, я хотела сказать тоже пару слов про профессию, немножко тоже про рынок труда. И, согласно со Светланой, я хотела бы добавить, что, чтобы стартовать вот в этой профессии на таком поприще работы с персоналом, зачастую кадровые специалисты – это как такой хороший вход в профессию. Можно зайти с рекрутера, можно зайти с кадрового специалиста, тоже многое зависит зачастую на первых порах от вашего какого-то, наверное, индивидуального склада характера, от, может быть, той области, из которой вы переходите. Еще хотелось бы сказать, что знание такое владение трудовым законодательством все равно – это база и одна из главных компетенций, которой необходимо владеть, чтобы дальше свой карьерный путь развивать в работе с персоналом. Потому что дальше вы можете вырасти и в HR-директора, и в HR-бизнес-партнера, руководителя отдела кадров, аудитора кадрового, но без вот этих базового знания кадрового законодательства, к сожалению, двинуться зачастую никуда невозможно. Я вижу, что уже очень много единичек, это значит, что вы уже начали какой-то свой карьерный путь в одном из направлений, и это прекрасно, и пришли сюда, наверное, чтобы понять, как дальше двигаться. Что можно сказать по некоторой аналитике, да, за прошлый год специалисты именно по кадрам, по кадрам делопроизводства вошли в топ-20 самых востребованных профессий. Даже когда все остальные направления, коллеги, давайте будем выключать микрофончики, даже все, когда остальные направления попали под сокращение, без кадровика не может обойтись ни одна организация, потому что кадровый учет, да, его нужно все равно вести, чтобы не случилось. Также хочется отметить, что сейчас на рынке данная профессия, если раньше она считалась без возможности удаленной работы, фриланса, то сейчас все больше и больше таких вакансий появляется, все-таки карантин сделал и хорошее дело, да, многие профессии начали переходить в удаленку. Это очень удобно, можно по какой-то гибридный график для себя определять один день или два дня в офисе и остальные дни на удаленке в неделю. По заработной плате старт по статистике примерно от 50 тысяч рублей, далее зарплата растет в зависимости от вашего опыта, знаний и может достигать 100-120 тысяч и более. Здесь важно постоянно свой навык расширять, прокачивать и если вы хотите оставаться именно в таком сегменте работы с документами, то зарубежные компании, которые представлены на российском рынке, они предлагают достаточно высокие зарплаты, но для этого нужно узнать риски на уровне деловой переписки как минимум. Светлана, что-то еще про рынок труда добавите? Да, Ольга, мне бы хотелось действительно отметить, что базой для любой кадровой службы является хорошее занятие на опыт. И если мы говорим войти в профессию или развиваться в профессии, то, конечно же, это трудовой кодекс, безусловно. И, допустим, если мы говорим проверка ГИБ, государственная инспекция от Рубина, у нас сейчас с 1 июля будут новые правила проверок ГИБ. И уже сейчас сотрудники организации готовятся, как все это будет проходить, что такое мониторинг, информирование, протилактический визит и так далее. И вот даже мои коллеги, они сейчас все активно повышают квалификацию, изучают, что это за новые требования, по каким критериям будут проверять и так далее. Также еще что хотелось бы отметить, что профессия действительно разноплановая и интересная. И сейчас очень много новых направлений, например, HR-аналитика. Это очень востребовано. Также это электронные документы. У нас ориентировочно с 16 ноября будет новый закон. У нас в Трудовом кодексе закрепят понятие электронного документа. Поэтому это тоже предполагает, что кадровики должны постоянно совершенствоваться, развивать свои знания. Ну и даже если нам скучно стало в дело производства, мы всегда можем освоить какое-то смежное направление, как, например, рекрутинг или оценку персонала. И я знаю, что даже сейчас те, кто занимается подбором, как правило, пошли изучать Трудовой кодекс. Сейчас очень востребованы так называемые полифункциональные специалисты. В случае необходимости подобрали, кого надо. В случае необходимости проконсультировали руководителя, как провести ту или иную процедуру, помогли, оказали содействие. Потому что руководителям не очень нравится, когда им говорят, что вот так делать нельзя, потому что вот нам Трудовой кодекс это запрещает. Здесь наша задача еще подбирать правильные решения, подсказывать руководителю выход. И что касается вот еще полифункциональности, сейчас я знаю и мои коллеги, то есть они активные кадры ведут, кадровое дело производства, кадровый учет, подбором занимаются. Действительно удаленка дает нам такие широкие возможности, это и фриланс. Можно вести не одну организацию, кадровый учет не в одной организации, а в нескольких организациях. Поэтому да, вот собственно то, что я хотела добавить. Ну и кроме того, что профессия востребована, то есть есть рейтинг востребованности, такой составляется, порядка 74% и перспективы в плане трудоустройства и карьерного роста тоже порядка 73%. Ну то есть если строить карьеру, то на мой взгляд это неплохой вариант, вот именно эта сфера. Ольга, могу свою презентацию включить? Да, конечно. Ну и по поводу требований к профессионализму специалистов кадровой службы, у нас есть профессиональный стандарт в сфере HR пока ЭКВА, но активно будут разрабатываться. Есть специалист по управлению персоналом и есть специалист по подбору. Если мы говорим специалист по кадровому делу производства, то это первый профессиональный стандарт, который утвержден приказом Минтруда номер 691 еще в 2015 году. Включает этот профстандарт 8 обобщенных функций. Документационное обеспечение работы с персоналом, это первая обобщенная трудовая функция. Это и есть как раз наша программа специалист по кадровому делу производства. Профстандарт у нас включает обобщенные трудовые функции, которые в свою очередь состоят из просто трудовых функций. И при разработке нашей дипломной программы специалист по кадровому делу производства, конечно, мы учитывали требования обязательного профстандарта. При составлении, прежде всего, это 309 академических часов. Наша дипломная программа называется специалист по кадровому делу производства. Дипломная программа включает в себя 12 курсов, 5 уровней кадровой работы. Базовых уровней теоретических 2 – это процедура оформления трудовых отношений. Здесь мы рассматриваем все, начиная от приема сотрудника в организацию в некой гипотетической компании, принимаем сотрудника. От и до оформляем эту процедуру. Рассматриваем работу с персональными данными. У нас 1 марта изменения в персональных данных, штрафы увеличились. Сейчас вот новый законопроект есть, штрафы опять будут повышать за работу с персональными данными. То есть работать нам надо с ними грамотно. Кадровая служба работает с персональными данными. Также воинский учет у нас в первом уровне. Виды отпусков, специфика их предоставления, переводы. Все виды переводов рассматриваем. Увольнение сотрудников. То есть у нас сложная задача по всему первому уровню от приема на первом нашем занятии, заканчивая увольнением данного сотрудника. Второй уровень организации кадрового делопроизводства посвящена трудовым книжкам. У нас есть электронные и бумажные трудовые книжки. Также мы рассматриваем подачу отчетов в консионный фонд. Хотелось бы отметить, что с 1 июля у нас меняется форма СЗВТД. Добавляются новые разделы. Вот уже сейчас очень много вопросов, как заполнять ход трудовой функции. Это мы все рассматриваем здесь. Также мы здесь рассматриваем оформление локальных нормативных актов. Что очень важно здесь. И правила внутреннего трудового распорядка. И положение персональных данных об оплате труда. Штатное расписание. Графика отпусков, как вносить туда изменения. И много чего другого еще рассматриваем. А также требования к бумажным документам и к электронным документам. Третий уровень у нас практический. Это внутренний аудит кадровых документов. Это очень важно. И если, например, мы видим себя в плане проверки, что у нас предстоит плановая проверка, мы должны быстренько организовать проверку наших документов. Посмотреть масштаб бедствия, сколько у нас ошибок, как мы их будем исправлять. Вот на втором уровне мы с нашими слушателями проводим кадровый аудит. То есть наша рабочая тетрадочка, это документы компании, мы их изучаем, ищем ошибки, думаем, что с этим делать, как это исправить. Он у нас 16 часов, третий уровень, и он у нас такой практический. И стартует у нас этот уровень, третий, уже буквально в это воскресенье, 20 июня. Если вы продолжаете, если вы у нас уже были на первом, втором, поэтому приглашаю вас и на третий. То есть познакомиться с такой профессией, как кадровый аудит. Четвертый уровень, это проверки ГИД, Государственная инспекция труда. Здесь мы рассматриваем новый законопроект. Будем рассматривать 248-й федеральный закон и новые правила проверок. Далее, пятый уровень, это практику. Здесь у нас 143 кейса, которые мы разбираем с нашими слушателями. Очень много посвящено дисциплинарным взысканиям, увольнениям. К сожалению, наше трудовое законодательство не всегда дает ответы, как провести ту или иную процедуру. Как правильно ее сделать? Есть вот такое выражение, что в России столько трудовых кодексов, сколько отделов кадров. Потому что каждый специалист может каким-то образом по-своему трактовать выполнение того или иного кадрового мероприятия. Далее, два уровня у нас посвящено программке 1С. Это тоже очень важно. Большинство компаний работают именно в программе 1С. Здесь вот как раз мы рассматриваем и подачу отчетов в пенсионный фонд. Иностранные работники специально мы включили этот курс в нашу дипломную работу. Потому что иностранных работников достаточно много трудится в компаниях. Риски работы с ними чрезвычайно велики, потому что самые большие штрафы – это иностранные работники. Буквально до 800 тысяч может доходить штраф. Девятый модуль – это дистанционные работники. У нас 1 января этого года. Обновленная глава 49.1. У нас теперь три вида дистанционной работы. Постоянная, временная и комбинированные графики. Тоже рассматриваем особенности. Тоже приглашаю вас на наш курс. Дело производства. Так как наша программа называется «Специалист по кадровому делу производства», очень важно знать основы работы с документами. Не только с бумажными. То есть мы рассматриваем и правильность оформления бумажных документов, и правильность оформления электронных документов. Поэтому у нас еще включена программа документа «Оборот автоматизация». Архивное дело. Так как штрафы сейчас увеличились, и сейчас очень много озадачились вопросами, кадровики озадачились вопросом, как правильно организовать архивную работу. И здесь у нас как раз есть этот курс. Ну и по итогам дипломных программ предусмотрена аттестация, итоговая аттестация. Что касается квалификации кадровиков, сейчас, как я уже сказала, достаточно высокий уровень конкуренции, востребованы именно высоко квалифицированные специалисты. И, конечно, наша программа позволит обрести необходимые знания. То есть она составлена с учетом профессионального стандарта и с учетом требований рынка к специалистам данного профиля. Мы можем увидеть в вакансиях, что требуются и навыки работы с иностранными гражданами, и навыки работы с дистанционными работниками. Сейчас я уже вижу архивы воинской учет, потому что штрафы увеличились, и все резко стали налаживать эту работу. Вот все эти требования современного рынка мы как раз постарались учесть в нашей новой программе. И в процессе обучения, конечно же, вы узнаете о последних требованиях трудового законодательства, что изменилось. Подчеркну, у нас очень много, что изменилось в 2020 году, в начале 2021 года, еще много чего изменится. То есть очень много новых законопроектов. И, конечно же, я всегда говорю, что вот есть сейчас, то, что применяется сейчас, и какие изменения грядут. Также познакомитесь с электронными документами, с программой 1С. Кому данная программа может быть интересна? Это с точки зрения повышения квалификации, потому что нам надо все время быть в тонусе, знать все изменения, которые произошли, которые будут. Также наша программа поможет в случае необходимости сменить сферу деятельности, поменять профессию. Также эта программа может быть интересна специалистам смежных профессий. То есть можно получить дополнительные знания. Так, например, у меня мои коллеги одновременно и бухгалтерский учет ведут, и кадровый учет ведут, что повышает ценность данных специалистов на рынке. Потому что компании маленькие есть, и очень часто ищут, чтобы человек хорошо знал, например, бухгалтерский учет и кадровое дело производства. Также наша программа поможет специалистам, которые ориентированы на карьерный рост. Ольга правильно сказала, это неплохой старт для дальнейшего карьерного развития. Новичкам в профессии. У нас есть, например, бакалавриат, магистратура, есть такие программы по управлению персоналом. Но, к сожалению, выпускники отмечают, что программы эти несколько оторваны от требований рынка. Приходит такой специалист в организацию, ну и, по сути, по-новому всему учится. Вот те, кто, допустим, учился, заканчивал высшее образование, есть профильное, но нет актуальных знаний, такая программа наша тоже поможет таким специалистам. Также, если был длительный перерыв, ну вот, например, если я три месяца выпаду из сферы кадрового дела производства, то можно, так сказать, все начинать по-новой, потому что мне приходится постоянно все время поддерживать свои знания в актуальном состоянии. И вот если был перерыв, например, сотрудники работали в кадрах когда-то, а потом вынуждены были прервать свою карьеру, например, по причине наличия детей, то вот как раз специалист по кадрам удела производства, дипломная программа, позволит не только приобрести новые знания, но и приобрести уверенность, уверенность в себе, что, собственно, очень важно для поиска работы, для прохождения собеседования. Также программа может быть полезна и руководителям. Руководителям я всем советую прям буквально повышать квалификацию, изучать трудовой кодекс, трудовое законодательство. По особенностям программы, также буквально несколько слов хочу отметить, мы используем современные методики. У нас интерактивный формат занятий, то есть это не просто лекция, мы активно работаем с аудиторией, разбираем разные кейсы, примеры из реальной практики, судебную практику, инструкционную практику. Ну и, конечно же, стараемся давать именно те знания, которые помогут поиску работы. Диплом. Конечно же, дипломная программа это гораздо интереснее, чем просто свидетельство или удостоверение о повышении квалификации. Кроме того, вот что еще важно, если мы возьмем сотрудника, который работает в кадрах, ну, например, там лет 5-6, а работает в кадрах, как правило, работает с каким-то одним участком или несколькими участками. И периодически забывает другие участки. Так вот, наши выпускники, они получают как раз знания по разным участкам, что тоже позволяет повысить ценность данного специалиста на рынке труда. Ну и стартуем мы, вот первый уровень кадровой работы у нас стартует 26 июня. Я, конечно же, вас приглашаю на первый уровень. Для наших продолжающих слушателей приглашаю на аудит, который мы проведем 20 июня. И на практику по кадровому учету будем вместе разбирать ситуационные задачи, которых у нас предусмотрено 143. Ну и плюс я еще там дополнительным добавляю судебную, инспекционную практику. Также хотелось бы еще отметить, что у нас предусмотрена рабочая тетрадочка. Рабочая тетрадь, мы ее заполняем на примере нашей гипотетической компании, принимаем работника, переводим, увольняем. И вот эту тетрадь можно использовать в качестве портфолио, то есть добавить в себе портфолио. Что еще получают наши слушатели? Ну, во-первых, примеры заполнения документов. То есть мы разбираем с нашими слушателями все документы, связанные по оформлению трудовых отношений. Локальный нормативный акт, это формулировки по локальным нормативным актам. Помимо того, что вы получаете актуальные знания, разбираем актуальные сведения, данные по инспекционной практике, то есть за что чаще всего штрафуют. Также я делюсь, как правило, своим личным опытом, своими личными материалами. У меня прям табличка штрафов есть, чтобы пугать руководителей организации. Также на кадровом аудите заполняем разные формы, что тоже может быть интересно с точки зрения профессионального развития. Ольга. Давайте я продолжу. Хочется еще добавить несколько слов, что про других преподавателей данной дипломной программы. Они сейчас представлены на экране. Вы можете увидеть, что все они — это практики с многолетним опытом. И они не только опытные преподаватели, что тоже немаловажно умение донести информацию, но также долгое время сами и по сей день продолжают практиковать и уже в качестве экспертов, консультантов. И все они прошли свой определенный карьерный путь. Также хочу заострить ваше внимание, что вот эта дипломная программа, о которой мы говорим, позволяет вам на выходе получить диплом о переподготовке по специальности. То, что сейчас так часто делают акцент профильное образование для кадровиков, вы имеете возможность, вот если вы сейчас уже начали учиться по какому-то направлению, посмотреть, каких курсов вам не хватает и добрать их до дипломной программы и на выходе получить не просто удостоверение или свидетельство о повышении квалификации по каждому курсу, а также получить полноценный диплом о профессиональной подготовке, который, в принципе, на рынке труда приравнивается к высшему образованию по профилю обучения, если у вас есть базовое какое-то высшее образование. Стоимость данной дипломной программы 95 090 рублей. И я вам ссылочку в чат на нее отправила, можно там с ней поподробнее ознакомиться. И также для всех, кто сегодня зарегистрировался на наш вебинар, кто будет смотреть нас потом в записи и предварительно зарегистрировался, мы дарим скидку 10% на приобретение дипломной программы в формате онлайн. Пожалуйста, можете назвать промокод нашему менеджеру и вам сделают такую скидочку. Также у нас есть и другие направления, более короткие комплексные программы по кадровому делопроизводству, вообще кадровому делу, которые включают в себя от двух до пяти курсов. И вот такой путеводитель, с которым можете ознакомиться, я также вам ссылочку дублирую. Что хочется сказать, что комплексные программы или приобретение дипломной программы – это ваша экономия ваших средств. То есть вместе они комплексом стоят дешевле, чем приобретение по одной. Это выгодное достаточно предложение, если вам самим затруднительно разбираться, либо вы там не хотите считать, наш менеджер с удовольствием вас проконсультирует, поможет разобраться и посчитать для вас наиболее выгодный вариант. Пока вы готовите свои вопросы, может быть, по профессии сейчас, к Светлане или ко мне, по развитию данного направления, я немножко скажу про бонусы для выпускников дипломных программ. Вы пока пишите в чат, и мы с довольствием со Светланой ответим. Итак, для наших слушателей предусмотрена скидка 50% после прохождения дипломной программы, вы можете в течение полугода проходить наши онлайн-курсы со скидкой 50%. Это очень приятный бонус, потому что всегда мы с вами не стоим на месте, и необходимо профессионально повышать свой уровень для карьерного развития. Это очень приятная скидка. И также, независимо от периода, в каждой дипломной программе прилагается ряд смежных курсов, которые вам помогут профессионально продвигаться, и на них у вас будет скидка 15-25%. Итак, уважаемые слушатели, можно включить микрофон, задать какой-то вопрос голосом. Мы со Светланой с удовольствием ответим. Вопросов пока я не вижу. Я на всякий случай продублирую. Тут телефон наших менеджеров. Также промокод мы вам продублируем по электронной почте, чтобы вы его не забыли. А все смотрят, ссылки написали. Ну, не знаю, как все. Вот, может быть, важно сейчас обсудить что-то именно по профессии. Какие-то остались вопросы. Могу сказать, что обучение у нас предусмотрено в разных форматах. И даже выбирая дипломную программу, вы можете с менеджером обсудить, какой курс вы хотите пройти очно, какой онлайн и так далее. Пока вы не начали обучение, в принципе, формат можно будет еще поменять, перерассчитать. Очень интересный у нас формат сейчас. Называется открытое обучение. Светлана, ведете вы группы по открытому обучению? Да, 21 числа стартует. Ольга, можете мне еще на секундочку дать право продемонстрировать экран? Также хотелось бы сказать по поводу формата проведения занятий. Все зависит от ваших пожеланий. Можно очень, так скажем, оперативно пройти обучение. Вот, например, мои слушатели одновременно учились и на первом, и на втором уровне. Это, конечно, тяжело. То есть это зависит, так скажем, от того, насколько быстро нужно все это изучить. А можно, наоборот, делать перерывы. То есть как вам, собственно, удобно. Формат можно выбрать тоже абсолютно любой. Это может быть до пяти занятий в неделю очных занятий. Либо это может быть действительно формат открытого обучения, либо можно подключиться по вебинару. Давайте, наверное, немножко про открытое обучение скажем несколько слов, что это такое. Потому что на рынке действительно это сейчас такой новый вид обучения, который нельзя оставить без внимания. Потому что мы с вами привыкли к некой классике, когда лектор читает определенную информацию. И мы, независимо от того, в каком мы сейчас с вами настроении, в каком мы сейчас с вами состоянии, вынуждены подстраиваться под лектором. Формат открытого обучения позволяет работать в своем темпе. То есть вы находитесь в классе у себя дома, либо у нас, и слушаете запись. Хорошо сделанную запись. Также лектор вам рассказывает. И одновременно он находится с вами в классе виртуальном. В целом любой момент, если у вас появился вопрос, ставите на паузу, идете, допустим, если вы дома, наливаете себе чай, поднимаете руку, лектор к вам подходит, и с вами обсуждает тот или иной вопрос. Это очень удобно, потому что каждый может двигаться в своем темпе, пересматривать эту запись, отматывать назад, и при этом контакт с преподавателем сохраняется. Очень прекрасный формат, он позволяет вам экономить также ваши средства, потому что это один из самых экономичных вариантов. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Может быть, по... Уважаемые слушатели, тоже готовы ответить. Вдруг что-то интересно по профессии специалистов. Видите, как получилось, что раньше мы особо и не могли подумать, что кадровики уйдут у нас в онлайн, мы не могли раньше такого предположить, но вот карантин есть и хорошая сторона, то, что многие профессии, теперь появилась такая возможность быть более свободным. Это да. Ну и с другой стороны, у нас очень много изменений в последнее время, конечно. Одни нерабочие оплачиваемые дни у нас что стоят, не говоря уже о прочем обведении. Поэтому достаточно интересная, живая, так скажем, профессия. Коллеги, ну что, я не вижу вопросов. Предлагаю тогда прощаться. Спасибо всем, кто сегодня с нами был в онлайне. Также спасибо всем, кто нас посмотрит в записи. Будем ждать вас на наших курсах. Так, я вижу, Светлана включила еще слайд. На всякий случай, да. Вопросы часто задаваемые. Дело в том, что, ну вот по опыту работы со слушателями, хотелось бы отметить, что не всегда есть возможность посетить занятия уточным. Но при этом у вас всегда будет возможность подключиться онлайн, либо посмотреть в записи. А записи наших курсов, записи наших занятий доступны слушателям в течение полугода. Вот, что тоже преимущество. Если что-то забыл, всегда можно включить запись и вспомнить. А также еще хотелось бы отметить, что я регулярно консультирую наших слушателей, мне пишут на почту. Поэтому тоже есть, так скажем, возможность поддержки со стороны преподавателя. Ну и, конечно же, жду вас на наших занятиях, на наших курсах. Спасибо за участие в нашем мероприятии. Спасибо. Спасибо. Я тут рассказываю про наш HR-клуб, ссылочку на который я отправила в чат. Приглашаю всех в него вступить, поддерживать там связь и пользоваться возможностью там также наши профильные вакансии там смотреть. Останавливаю запись. Продолжение следует... Продолжение следует...